Но еще раз вернемся к теме самоизоляции. Для многих в эти дни она стала вынужденной мерой. Напомню, что в группе риска наиболее подверженные заражению коронавирусом по-прежнему входят пенсионеры. Многие из них до изоляции вели активный образ жизни и занимались спортом, но сейчас тренируются дома. Своим опытом с моими коллегами поделилась участница проекта «Бабушкин воркаут» Татьяна Мирошниченко. Хочу обратиться к вам с просьбой. Сидите дома в возрасте, особенно такой, как у нас, 65+, 55+. Особенно обращаясь с тем людям, которые привыкли заниматься спортом на свежем воздухе, которые занимались в парке, на улице. Это как большинство людей старшего возраста, занимающихся скандинавской ходьбой. Вспомните, что перед тренировкой у нас всегда была разминка, а после тренировки была заминка. Все эти упражнения можно делать в домашних условиях. И уже не один раз в день, а несколько раз в день. Так что ничего страшного не происходит. У нас все это очень быстро закончится, если мы будем соблюдать все правила. А правила соблюдать важно. Занимайтесь дома, не выходите из дома. Соблюдайте все правила. Пожалуйста, поддержите наше правительство, поддержите здравоохранение, потому что мы в зоне риска. Еще раз вас прошу, оставайтесь дома.